МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем более, изменения в законодательстве у нас сейчас есть. Вот закон об уголовной ответственности за пьяную езду, как вы считаете, он работает? Да, этот закон принят, я думаю, был своевременно, потому как пьяный за рулем это практически правонарушитель, если не сказать больше, может быть, преступник, потому как последствия дорожно-транспортных происшествий с пьяными водителями, они являются более тяжкими, и чтобы количество вот этих происшествий сократилось, нужно принимать более жесткие меры к тем водителям, которые позволяют себе управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. И вот этот закон об уголовной ответственности, который применяется пьяным водителям, он реализуется и у нас в Хакасии. У нас за прошлый год было более 600 случаев выявлено управления водителями в нетрезвом состоянии, которые повторно в течение года сели за рулем в нетрезвом состоянии и были привлечены к уголовной ответственности уже за это деяние. Я думаю, что и статистика говорит о том, что вот эта норма, она начала действовать. У нас за прошлый год на дорогах республики произошло меньше дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и ранены люди, и вообще в целом количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, снизилось. Благодаря в том числе вот этой норме права, которая начала действовать в прошлом году. Ну а какие-то шокирующие, может быть, случаи, когда много раз задерживаются пьяными за рулем? Ну, к сожалению, есть статистика негативная с моей точки зрения, указывающая на то, что не все граждане понимают, что не стоит садиться за рулем в трезвом состоянии. За полгода водитель из Шира был задержан 4 раза, из Черногорска водитель, женщина, была задержана тоже 4 раза, и вот уже пятый раз она была задержана в январе этого года за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии. Хотя вроде как женщина и мать должны быть заинтересованы в сохранении жизни своей и своих близких, на генетическом фоне это заложено, но, к сожалению, видимо, не все это понимают, и в том числе действие вот этой статьи, действие этой нормы, оно и направлено в том, чтобы принудить гражданам все-таки соблюдать закон. Если они сами не хотят и не понимать, что нельзя садиться за рулем в трезвом состоянии, то государство и в том числе наша система должна к этому подталкивать и направлять, чтобы люди соблюдали законы и правила дорожного движения. Ну а как вы считаете, вот в этой части нарушений больше мужчины совершают или женщины? Ну если брать в процентном отношении в целом, то мужчин из лиц, имеющих водительское удостоверение, такую статистику никто не проводил, но, что настораживает, ранее, ну, 2-3-4 года назад женщины реже нарушали правила дорожного движения, которые бы приводили к тяжким последствиям. Это в основном были так называемые мелкие дорожно-транспортные происшествия, в которых получали механические повреждения транспортные средства, либо незначительные интересные повреждения граждане получали. То в последнее время женщины стали совершать более грубые нарушения правил дорожного движения. Эмансипация, к сожалению, видимо, распространяется и вот на эту сферу нашей деятельности. Хотелось бы попросить наших милых дам, чтобы они более внимательно относились на дороге к другим участникам дорожного движения, несмотря на то, что они сами к себе требуют уважительного отношения со стороны мужской половины. Но в то же время на дороге не всегда это действует. Надо все-таки другим участникам дорожного движения и мужчинам иногда уступать. Нужно поступать в отношении других так, как хочется, чтобы в отношении тебя поступали. Потом пропустишь ты сегодня участника дорожного движения, завтра он тебя пропустит. Потом выиграют в итоге все участники, в том числе и сам водитель, который пропускает и оказывает взаимное уважение, он завтра будет пожинать те плоды, которые сегодня посеет. Ну а если вернуться к злостным нарушителям, которые нарушают, которые садятся за руль пьяными в несколько раз, что им грозит? Напомните, пожалуйста. Ну грозит им уголовная ответственность. Это решает суд. Это либо штраф, либо исправительная работа, либо до двух лет лишения свободы. Все-таки я думаю, в перспективе наше общество придет к тому, что будут изымать у нерадивых водителей, особенно тех, кто злостный, нарушает правила дорожного движения, в том числе в трезвом состоянии транспортные средства и реализовывать их там различным способом, либо в доход государства, либо, может быть, утилизировать. Но другого пути нет. Поэтому пути двигаются в многие страны. И у нас в этом направлении тоже есть движение. Поэтому на перспективу, я думаю, наше общество к этому придет. Все-таки законно, и общество должно защищать жизнь законопослушного гражданина, а не нарушителя. Ну а в последнее время тоже очень много говорится о том, чтобы люди, которые видят, что пьяный человек садится за руль, сообщали об этом в полицию, в дежурную часть куда-то. Вот эта практика у нас как применяется в Хакасии? Эта практика применяется. У нас за прошедший год более 200 обращений было граждан, по которым около 100 было задержано водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии. Эта практика, она, ну я помню на своей памяти, она нам было смешно, когда нам рассказывали, что вот в Германии, допустим, граждане там свою жену делали заявление на то, что там она нарушает правила дорожного движения в полицию, чтобы привлечь ее к административной ответственности. Мы не понимали, когда такое возможно. Ну, конечно, можно дойти до абсурда в любом правом поле. Ну, а вот эта норма поведения, которую мы, в том числе по всей России и в Хакасии пытаемся внедрить, она, я думаю, актуальна, потому как находится, когда окружающие граждане, люди видят, что за руль садится нетрезвый водитель, либо уже он управляет транспортным средством, и предотвратить дальнейшие тяжкие последствия, это, я думаю, надо рассматривать не как какое-то стукачество там или оказание какого-то, ну, неблаговидного поведения, а это нужно рассматривать как заботу о жизни и здоровье, самого в том числе нарушителя, в первую очередь, потому как, задержав водителя в трезвом состоянии, мы, возможно, предотвращаем более тяжкие последствия, которые он может совершить в отношении себя или других участников дорожного движения, членов своей семьи, детей. У нас ведь зачастую люди соблюдают правила движения, боясь быть привлеченным к административной ответственности, а не из-за того, чтобы сохранить свою жизнь, жизнь своих детей, своих близких или окружающих, которые доверили ему стать водителем там или сели ему в автомобиль, тем самым доверили свою жизнь. Вот если мы у нас с этой точки зрения будут граждане рассматривать свое поведение за рулем, я думаю, это будет идеальная ситуация. Можно ли говорить о том, что звонящему гарантируется анонимность и куда звонить? Да, мы гарантируем анонимность, потому как другого варианта не может быть. Мы понимаем, что если анонимности не будет, то нам люди не перестанут звонить, потому что большинство людей не хотят оказаться в роли, в кавычках, героя, которого бы все знали в лицо, а большинство все-таки хотят быть анонимными. Мы это поддерживаем. Но есть граждане, которые не против того, чтобы вы озвучивали их имена и фамилии. Телефон 2380-283, телефон нашей дежурной части, он работает круглосуточно, в круглосуточном режиме. Все телефонные звонки, по всем 100% проводится реагирование. Экипажами ГАИ максимально быстрые сроки, сжатые сроки, потому что мы понимаем, что если не среагировать в ближайшие минуты, потом это может быть поздно, с точки зрения того, что водитель может совершить что-то более серьезное и тяжкое по отношению себя или других участников дорожного движения. И хотим, чтобы вот это направление деятельности развивалось. И люди понимали, что тем самым, сообщая о нетрезвых водителей, тем самым они сохраняют жизнь этих водителей, жизнь своих близких и близких вот этого человека. И это не является никаким нескольким качеством. Это является нормальной правовой нормой поведения, я считаю, любого гражданина, любого участника дорожного движения. А есть ли случаи, например, которые называются ложный донос? Вот если так получилось, что человеку показалось, что водитель сел пьяным за руль, а на самом деле не подтвердилось? Да, бывают такие случаи, но они не подпадают под так называемый термин или формулировку ложный донос. Это бывает неверно или ложно. Бывает и сознательные граждане в силу каких-то межреческих отношений дают информацию о том, что водитель нарушает правила дорожного движения. Как бы кто-то на кого-то посмотрел косо, или не понравилось ему его поведение, и он начинает говорить, что он пьяный или без документов. Бывают и такие случаи. Ну, без этого никак не обойдешься. Это процентов, наверное, 10 из всех сообщений у нас являются неподтвержденными фактами. Но, тем не менее, мы реагируем на все факты, потому что невозможно изначально разобраться и отличить, факт он объективный или не объективный, то есть подтвердится или не подтвердится. Перейдем к другой проблеме, которая тоже характерна для дорог и российских, и хакасских. Хамство на дороге. Оно приходит из жизни, в общем, из нашего поведения в целом, по отношению друг к другу. Хотелось бы, чтобы вот это хамство, оно искоренилось вообще, в идеале, конечно. Ну, а на сегодняшний момент, чтобы оно, чтобы его было все меньше и меньше, потому как взаимное уважение на дороге, оно в итоге оборачивается взаимным уважением и по отношению того человека, который проявляет это уважение изначально. То есть это как вот снежный ком. Ты сегодня проявил уважение, завтра тебе проявят уважение уже другие участники дорожного движения. И нужно не стесняться это делать. У нас вот многие как бы, ну, стараются, может быть, не совсем удобным даже проявлять вот такое какое-то благородство, там, или уважительное отношение, считают это слабостью какой-то. Ну, то есть это чисто человеческое общение, да? Воздействий по закону на этих хамов в принципе нет. Я хотел бы вот, да, два слова еще сказать вот по этой тематике. У нас в автошколах, к сожалению, нет, чтобы этому обучали, чтобы это требовали, вот это поведение у своих курсантов, инструктора автошкол. Я хотел бы вот обратиться к инструкторам автошкол, к руководителям автошкол, чтобы они прививали своим курсантам изначально, закладывали в них вот этот принцип поведения на дороге уважительного. Я думаю, что мы будем совместными усилиями эту проблему решать, и я думаю, она на дорогах республики изменится в лучшую сторону. Ну, а что вы можете сказать еще об одной наболевшей проблеме парковки, нехватка? Нехватка парковок, конечно, она является проблемой, которая сказывается в том числе и на безопасности дорожного движения, на уважительном отношении граждан, потому что гражданин, когда он эмоции свои нагнетает, возбуждается в тем, что он не может припарковаться, потом его стиль вождения на дороге становится нервным и возбудимым, и он своим стилем вождения создает угрозу безопасности дорожного движения. Нужно все-таки, видимо, при проектировании жилых домов закладывать и парковочные стоянки, парковочные комплексы. Изначально по количеству жилых квартир, наверное, нужно закладывать в прилегающих территориях и количество автомобильных мест на каждую, сегодня практически у каждой семья имеет одну-две машины. Из этого расчета нужно, видимо, исходить. Спасибо, Игорь Александрович, за интересную беседу. Напомню, сегодня гость нашей студии был начальник управления ГИБДД по республике Хакасия Игорь Юртаев. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok